Если вдруг вам не высветилось 19, то есть прошлая часть прохождения Baldur's Gate 3, возможно у вас на ютубе в настройках не указано, что вам есть 18 лет, потому что я там указал такой рейтинг у части, там есть пикантный контент. А сейчас мы переходим к битве с боссом, кстати. Там, где я огненных мудаков мочил, там есть мифриловая руда, я ее разбил из лука, подобрал, всего их две. И вот сюда нужно засунуть специальную хрень для отливки. Значит сначала мы засунем вот сюда под молот, эту как раз мифриловую руду, огонь. Теперь в камеру отливки. Так, для извлечения формы. Значит смотрим, что там у нас. Вот, форма извлеклась, форма чешуйчатого доспеха. Я хочу сделать именно его, потому что остальные, как я понял, вещи, они настолько актуальны. Так он вставляется. Все. Но есть еще очень важная деталь. Босс очень серьезный, единственное у него уязвимость к дробящему оружию, так что сейчас будем брать молоты, даже если они голимые, но это лучше, чем бить его чем-либо иным. Так, всякие булавы, молоты, молоты, дубины, там разберемся, как говорится, что из этого именно лучше всего подходит. Скажись, все. Так, дернем за рычаг. Так, спуск. Огонь. Так. Что ж, все получилось, мы едем вниз. Так, расставляем. Вот здесь. Своих основных людей. Астрионы сюда. Также я призову двуручный молот, это призрачное оружие. Пусть оно будет вот здесь, скажем. И сразу же я, после того, как призвал оружие, нажимаю вот сюда, чтобы начать пошаговый режим. Иначе заклинание проходит. И открываю, собственно, клапан. Продолжение следует... Продолжение следует... Одной ногой Че ж ты, Карлах, так Одной ногой все-таки встала в лаву В общем, есть несколько способов его убить Можно его заманить вот сюда И нажав на рычаг Сюда одного человека заранее поставив Этот молот опустится на босса И нанесет ему там 100-150 урона Вот, но я попробую его чисто на На храпом, короче, взять Просто тупо атаками его 16 урона 34 урона, неплохо, минус 50 урона Там О, дробящий урон, слушай, неплохо Может быть, сработает Цель метки охотника Вроде, вроде сработало Так Хорошо, давай спрячемся за... Ах ты, сука Ладно, тогда вот так вот, атаку Надеюсь, повезет Не повезло Так Ну давай Да шо ж такое Всем через лаву надо Че ж он так встал-то Сюда уж Карлах сначала лучше пусть атакуют И ей тоже в лаву нужно встать, чтобы до него доставать Это херово Вообще не вариант Еще и промахи За такие страдания Абсолютная мощь, давай покажи им абсолютную мощь 44 урона Замах вашей руки наполняется божественной энергией Это атака может токнуть цель на 5 метров Вот это бешеное было, люто Так, ладно, выживу одно зелье, не страшно Так, а вот как же шадоу хат-то атаковать, чтобы... Да ты че, издеваешься? Давай как-то по цивилизованному Так, хочу протестить А если защита от энергии, защита от огня Тут же огнем наносится урон Ну-ка, если на себя на лазу Так, и я могу теперь после этого Нет, все равно меня плавит Херня То есть там защита очевидно есть, но она слишком маленькая Это я просто протестил Так что давайте забустим лучше Так, как бы мне Сюда Чтобы в лаву не касаться Давай Карла забустим Волшебным оружием Так, после этого Чуть-чуть 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 Отойдем Чтобы под сплэши не попасть И всякое такое Так, а вот и наше оружие, кстати Но оно Сотрясение У него вроде устойчивость к этому Так что просто попробуем атаковать Ну вот промахи Видите, до хрена промахов О, он Не будь дураком знает Кого фокусить Карлах Так Может у меня тут есть что-нибудь Вроде особо ничего Короче, мочим его 20 урона 22 урона Ну блин, в кои-то веки повезло Так, дезориентация Это все беспорядка Но вызовем его на дуэль Может, если получится О, да Вызвал его на себя Чтобы он Карлах отпустил А то Это слишком Маленький шанс попасть Опять же, давай Знаешь, что сделаем Я вот сюда попробую За Астариона Чтобы выйти у него Во, во, во Сели мы в инвиз И вот повысили Чем значительно шансы на урон Еще и крит нанесли Отлично Ну, почти половину хп ему снесли Так Сколько там у нее хп не достает Так, это немного лечит Это слишком много Давай средняя лечилка Ее полечим Так, этого недостаточно, да? Ладно Лучистый урон у него Так, а я могу туда защиту На Карла? Отлично Что-то бонусов Не чувствую Ни хрена От оружия Какого лешего? Так, это у него устойчивость Ко всему Давай тогда просто Атаковать Как там больше шансов Чем попасть Вот этим 40 урона 46 урона Слушай, повезло В какой-то Опа Мастер двуручного атака Ну, конечно, промах Оружие мало дамажит О, повезло Охереть Он оружие атаковал Так Нефть, хотел сказать Закончилась Ну, вы поняли Закончилась Это Так Больше половины КП снес Давай на себя Щит Веры Так Венвиз Опять атакуем Неплохо Так Он разгоряченный От действия Лавы Адамантиновое Тело Грима Стало мягче Теперь его Можно ранить Определенными типами Урона К дробящему Он получил уязвимость Ну, вот я поэтому Взял дробящие То, что Видите Два хода всего лишь То есть Если закончится Вот эти два хода Если я его не успею Добить за них То я его вообще Никак не смогу ранить Нужно будет просто Вентиль заново Вот этот активировать Тогда опять придет лава Если он будет На ней Не уступит И снова можно будет Его бить Так Что бы такое сделать Аааа Слушай Так я теперь могу Там пройти Там лавы нету Блин Шансы на попадание Просто какие-то Смешные Все Все в молоко Сорок два Оружие он бьет О, да мы его сейчас добьем Ты что хочешь-то А, он решил сплэшем Двадцать шесть урона Шестнадцать урона Венвиз Атакуем Нормас Надо статы подкачать Чтоб таких промахов Не было Вообще жесть Тридцать восемь урона Слушай Я уже его могу Одним ударом Теоретически Да Пятьсот опыта Чем больше Чем больше шкаф Чем громче падает Убить адамантинового голема Не используя кузнечный молот Это вот это Вот о чем я рассказывал Его можно заманить сюда И активировать рычаг И по нему туда молот Херачит Сразу минус сто Сто пятьдесят хп Вот Я его убил без этого Круто Без Сохранений Считаете Только шадоухат Это протестировал Это не считается В общем Охеренно Шлем череп грима Че он дает Защищать владельца От критических ударов Дает устойчивость Урона огнем Метка охотника Когда-то в черепе грима Гнездился загадочный Искусственный интеллект Но сейчас это просто Шлем Тяжелая броня Так берем конечно Там Карлок сказала Вот Дело Сделано Хорошо Так Ну теперь Че посмотрим И как Рычаг Извлечения Формы Как это Управление Платформы Всякое Такой рычаг В кузне Ну-ка О В огне И крови Выковать Примет В адамантиновой Кузне Еще одно Достижение Адамантиновый Чешуйчатый Доспех 120 опыта Адамантиновая Кузня Завершена Где он Вот он Очень редкий Доспех Адамантиновый Чешуйчатый Доспех Ну это Средняя броня У меня тоже Средняя От ловкости Тра-та-та-та-та-та Магический лад Весь получаемый урон Снижается на единицу Адамантиновая Отдача Когда по вам Попадает Така ближнего боя Нападающий Шатается От отдачи Два хода И защищать Владельца От критов Ну неплохо Сама броня Еще и намного Так сказать Круче Вот как она Выглядит Огонь Ну вот Че выковать Следующим Я немножко В смятении Можно оружие Но То ли это Баг То ли так Задумано Оно сейчас Никакущее Я там смотрел Оно слабое То есть Не для битв Но им Можно разрушать Предметы И как я понимаю Вообще все Им можно разрушить Именно из предметов В окружающей обстановке Типа там Сундуков Там может быть Каких-то дверей Все что заперто Короче Всякими там Способами Хитрыми Либо Еще одну Тяжелую Тяжелую броню Точнее уже Слушай Либо еще одну Среднюю броню Вот интересно Если я ее могу Делать Перчатки Не захочу Не захочу там Формить Отлично Лавой заливаешь Все Так я понимаю Потом надо Нажать на рычаг Кузни Чтобы он Ударил Вот так вот Да Адамантиновый Скимитар А ну-ка Теперь форму Мою Отданьте Отданьте Так где там Мой Скимитар Вот он Алмазное Погибли Удары Адамантиновым Оружием По объектам Не по любым Целям Спасибо игрокам За обратную Связь Ооо Исправили Это Всегда Будут Критическими По Объектам Смертельное Оружие Оружие Игнорирует Устойчивость К режущему Урону 7 и 12 Урон Кстати Увеличили У него 4 и 9 Прикольно Прикольно Красиво Ну что Поднимаемся Наверх Вернули себе Привычное Оружие Так вот Сюда Вот здесь Еще я не был Посмотрим Что там Так Лава бурлит Надо ступать Осторожно Готовность К зребу Зачем вообще Сюда ступать Ааа Понял Ай Там видимо Какая-то хрень Или это просто Тайный проход Сюда Только не говоришь Куда ты его Бежал Ааа Ааа Я горю Ааа Тут скелет Которого Ни хрена Нету Зачем я сюда Лез Ааа Там вон Есть Алибарда Морригана Ни хрена И вот здесь Еще Что-то Но Это только По лаве Извини меня Надо проходить Лава элементаль Но это все Объясняет Какой лава элементаль Нахрен Она сейчас Окочурится У меня Да Так Так Алибарда Морригана Алибарда Выручь Дополнительная Дальность И че И нифига Особенного Я за нее Лез Чертикуда Там еще Скелет У него Ни хрена Опа Че это там За херня Идет Аа Вот в чем Фишка Лава элементаль Магматическая Регенерация Возмущение Магмы Устойчивость К огню Устойчивость К колду Нет 600 Кг Крупный Элементаль Но почему-то Атаковать его Там не подписано Может из-за него Все это взрывается Может его Это чпокнуть Адское пламя Лава элементаль Неудивительно Что озеро так волнуется Так все-таки Это магия Успех Странно Так Ну и Если я его Атакую То конечно Мне пипец Да Настанет Ну конечно И что будет А если не достанешь Меня Давайте посмотрим Ну рывок Допустим И что А ты прям отсюда Меня сможешь добивать А вроде он и не добил А я могу отсюда Его захерачить А потом отступить Жук Уже Атаку вообще Отступить могу Так Ну это урон А к лучистым урон У него как Про лучистый Вроде ничего не сказано О Нихера себе Я один на один Элементаль Ой-ой-ой Нет-нет-нет Я беру слова Слова назад Охренеть Паааааааа Он отрегенился Ну понятно Давай тогда Сначала Вот здесь вот Разведаю Че тут есть Адамантиновый Сундук Охренеть Но я его не встрою Так что С собой возьму Подожди И передам Астриону Вообще Пусть он А я не могу Передать Слишком Тогда я просто тпшну сейчас отсюда Так, тут больше ничего нету Я его, конечно, сейчас запи... А, не, еще, еще там что-то есть Так, ладно, придется астариончик Сюда все-таки подвезти Этот сундук хер вскроешь, еще 20 сложностей Так Делаем вставки, что там? Разумный амулет Стрела магического вмешательства Разбить концентрацию Стрела убийства драконов Ладно, это все понятно Разумный амулет? Охренеть Ого, ты здесь Воплощение монаха Амулет тяжел, но в нем чувствуется подспудное тепло Будто он немного полежал на солнце Неожиданно металл становится горячим Ты чувствуешь в нем огромную силу И тебя охватывает непродолимое желание Засмеяться Выдержишь ли ты? Подается желание расхохотаться Что происходит? Бросить амулет Мудрить сопротивляться желанию Любопытно 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 Ну, давай попробуем Сопротивляться Желание смеяться пропадает Тихая и спокойная сила волной прокатывается от одной руки до другой А потом спускается к ногам Ты поступил хорошо Ибо что есть смех, если не прелюдия к безумию Да, ты сюда судьбою прислан Верни меня Верни меня домой И осияет благословение тебя Вернуть куда? Кому? Моей любимой внучке Ее имя Шира Кларвин Ильматора Слуга Драконий перекресток Там ждет она Меня туда доставишь Она сыплет дарами с золотыми О да Благословение на тебя сойдет Ты привидение? Что с тобой стряслось? Привидение? Я солнечный луч на воде Ростинка на траве Шариты растерзали мое тело Но дух мой не сломили Вернее, не совсем И ты вернешь меня домой Да Такова судьба Так, расследование Смотрите, амулет Короче, эти испытания с амулетом Они Они глючит после отгрузки Из-за этого они, походу, самые тяжелые испытания В игре То есть, я заново После каждой отгрузки Приходится все перепроходить Все проверки Не потому, что Это такой хитрый замысел Разработчиков Там просто варианты ответов Все пропадают Так что я попробую За шадоу хат С этим справиться О, охренеть Жрец Шар Мудрость Стиснуть зубы Призвать на помощь Ярость своего бога О, охрененно Ну-ка Тебе знакома Ярость Прекрасная И всепоглощающая Бесподобная Она приятно обнимает тебя Тебе поступило хорошо Ибо что есть смех Если не прелюдия к безумию Вернуть куда кому То же самое Говорит Ты привидение Так, то же самое Так, расследование Попробую Ну-ка Расследование успешно На его лицевой стороне Выгравлено изображение Восходящего солнца Религия Рассмотрите изображение Что оно может означать Ты узнаешь Символ на амулете Такой знак Носит служители Латандера Бога рассвета И обновления В безумии Которое мучит Этот дух Виновны враги Латандера Служители шар И безумие Это может перекинуться И на тебя Такая чусь Проницательность Средоточиться На неизвестной Сущности Каковы ее намерения Под неистовой Смешливостью Ты чувствуешь Трах и искренность Монаха Он не хочет Причинять тебе Вреда Но все-таки Способен сделать это Я отнесу тебя К твоей внучке На драконий кресток С тобой пойду я рядом И силу дам тебе свою Надеть амулет Положить сумку Что-то стрёмненько Его надевать Ну-ка если надеть Чё будет Готовое дело И да будет так Ого Гримфорж Трагедия и ужасная сцена Поговорить с разумным амулетом Действия класса Восстановить ци Использовать духовную энергию амулета Вы восстановили два очка ци Чё это Ци это магия Пронизывающая всё живо Играя за монаха Вы можете использовать очки ци Чтобы использовать продвинутые приёмы Охренеть С сознанием заточен Разбивающий звук Ого Всем существам Объектом поблизости Существа из неорганических материалов Таких как камень Получают помеху при испытании Всё равно Получить половину урона Охренеть Так Тут ещё одна Алибарда Моригона Они чё Все фальшивые Или что это Нахера Тут столько алибард Это типа Они массово Производились Просто называются Так Типа как Автомат Калашникова Так Если положить амулет в сумку Ты снова чувствуешь Поступающий смех Но чё изгнамение От него не остаётся И следа Так Сейчас попробую Забайтить Голема Куда-нибудь Не на лаву На которой он постоянно Регенится Куда-нибудь вот сюда Сейчас поглядим Я с инвиза По нему попробую Засадить Опа Неплохо Всё И теперь мы Однозначно Отступаем Так Блин По вот этой херне Конечно Не хотелось бы Совсем Куда я могу Добежать-то Не Херовая мысль Ладно Тогда Просто шмальнём По нему Будем надеяться Что он не успеет Дойти Он тем более Что застыл Сюда я могу Ооо Шикарно Всё Ждём Ну-ка Иди сюда Падла Отлично Он сейчас Отрегенится Конечно Это К бабке Не ходи Мало урона Но Просто Чтоб Его Задорить Давайте Посмотрим Куда он Выйдет Да Всё Он уже Отрегенился О Ну-ка Я могу В стелс Нет Не могу Неплохо Надеюсь Он Просто До бесконечности Сам по себе Хиляться Не будет У него Как раз Устойчивость К колющему То есть К стрелам Но Опять же Молот Призову Он Пусть Его Сзади Керачит Неплохо Так Неплохо Так Опаляю щелочь Что ему Ему Пофигу На огонь Так Что Просто Его Так А здесь А здесь Эти Взрываются Они Не хиляют Его Хрени Которые А Как Как Так Сторожевая Он Отрегинился Опять Так Ладно Я Понял Нужно Нужно Так Нужно, во-первых, вот сюда А, не, он туда уничтожит меня Ладно, тогда я Ну-ка, все равно не получится Так Увести его Даже обстреливать смысла нету, подождем Надо его уводить Вот сюда, откуда-то Это тоже не вариант Пусть запрыгивает Поговорим по-мужски здесь Давай, подходи О, нихера Падли Так, укусить его нельзя, к сожалению Потерял на равновесие, кстати Ну-ка, овсон его могу Вряд ли, хотя это элементаль Не, не получилось Ну-ка, оружие призовем Так По нему вот легко попадать Очень высокий шанс попадания О, неплохо Пол хп считай Снес Только не огнем Ой, вот О, дезориентацию даже можно наложить Отлично Он пропустит ход? Нет О, бля Все Все, да нет Все, тут он Все, кончено 150 опыта Скиталец Пол это лава Карлов получает вдохновение Делаем ставки Что в нем будет Три агата И жемчужина Что-то маловато Ну да ладно Тут стало поспокойнее Хотя нет Нет, хотя да Поспокойнее Но надо все равно смотреть под ноги Добрался до этого скелета Адамантиновый ключ А, это от сундука походу Но я его уже взломал Кстати, возможно Адамантиновый сундук Или ключ Можно переплавить как-то Вот, но Это я оставлю энтузиастам Кто хочет Можете поэкспериментировать Пару Десятков Тройку часов Ну типа Не только его в кузню засунуть Попытаться Попытаться засунуть его в лаву Туда-сюда Он потеряется Надо отгружаться И так далее Ну и типа Если получится То получится Что еще можно Выковать чего-нибудь Адамантинового Так, а собственно Что я делаю Это мне нужен Там подъемник какой-то У него был еще Подземья Вот здесь Бодрость духа Дух амулета замирает Окружающие на миг Видятся ярче обычного Пытаясь применить силу амулета Необходимо пройти испытание На мудрость Или впасть в состояние истерии О, а мудрость Это да Шадоу Хат очень подходит У него все проверки На мудрость должны За счет шлема одетого Проходить Помочь проклятому монаху Принести голову Так, это все завершил Давай подъемник Может это как раз В это Отправиться навстречу Новым приключениям Прежде чем двигаться дальше Не забыть Завершить все неоконченные дела Это походу Агд 2 что ли Ну, все квесты у меня Уже на будущее То есть В Аварта Балдур Надо идти Кроме, пожалуй Оружейного шедевра Так, собственно Тпшимся в вымершую деревню Где я нашел Кору Сусура Можете посмотреть В предыдущих прохождениях По-моему В первой части Что ли Подземья Я ее нашел Или во второй И там же где цветок С цветком Надо быть осторожен На солнечный цвет Его, кстати, не выносить Вот Вот это кузница Сейчас будем посмотреть Так, мы разожгли огонь Еще давай Мехов туда Подхерачим Шикардос Так, вот Кору Сусуру Я убирал вот сюда Сохший цветок Сусуру Какого хера он иссох Я в сундуке Причем держал Что за бред Точнее В кошельке И в сундуке Жесть Так он только что Значит у меня иссох Потому что я его Только что на свет достал Видимо нельзя Этот открывать Да У меня он уже Блочил заклинание Значит он не иссох До этого Только что значит иссох А где это Я в кузне Зашел в лагерь Это баг Короче Очередной Я понял Короче Его вообще На поверхность нельзя Так вот Опять я его достаю И опять он иссыхает Это я причем В подземье Какого Новые цветки Кстати тут Нихрена не выросли Так что Блин Надо что-то придумать О Вроде если его Аккуратно открыть Вот так вот Взять И закрыть Во Тогда он так Остается на правую Кнопку мыши Фух Блин Отделался Хотя По идее Он мне этот цветок Вообще нафиг Больше не нужен Ну да ладно Типа он нужен был Чтобы запустить В магическом доме Этот Артефакт Так Плавильная печь О Поддадим огонька Так Ну будем экспериментировать Буду сейчас Класть туда Разное Наверное Вот это вот Например Нельзя туда положить Чтобы как-то улучшить Нет Нельзя Типа особое оружие Тоже нельзя Попытка Не пытка Там Вроде можно Только Серп Длинный меч Двуручный меч И кинжал Скажешь В продаже Новые латы Появились Пластинчатый Доспех 1200 стоят Но я его не буду Я рапир До хера Отсюда Напортовал Всяких мечей А вот Двуручный меч Вот это и куплю У него Пофиг Ну сейчас посмотрим Вот длинный меч О Ревующее пламя Ждет подношения Ты ощущаешь Сладкий аромат Кара Сусора В огне Насытила оружие Пламя гаснет Меч готов Квест выполнен Двуручный меч Сусора Ну Тут у него Самое Главное Это то Что при попадании Вводит Цель состояния Немоты Так А что будет Если одеть Маску из адского Металла Всем Ну-ка Адский легион Вы едины Вы легион Без личной воли Рожденная Лишь для боя При нахождении В пределах 20 метров От другого создания Носящего маску Мерригана Сила вырастает На единицу А интеллект Мудрость и харизма Снижаются На единицу На каждую маску В окрестности Ну Вообще Не прикол То есть Это все Ради Того Чтобы Просто силу На единицу Увеличить И снизить Три параметра На единицу Что за Слишком Маленький Бонус Но Попробовать Было Прикольно Точнее Даже Не то Что Бонус Маленький А дебаф Блин Еще Жесткий После Отключения Монетизации Рекламы Автоматизированной На ютубе В рф Заработок У всех Ютуберов Снизился Значительно Особенно В первую очередь Это касается Маленьких Каналов Таких Как я Поэтому Сейчас Благодарю Вдвойне Спонсоров Канала За поддержку Так Полностью Карта Изучена Зачищена Я не знаю Может что-то Малое Незначительное Осталось Но В целом Все пройдено Вперед Навстречу Новым горизонтом Почему Там дела Говорилось Мне завершить Значит Я не смогу Вернуться Странно Тут Загрузка Тучи сгущаются Пройти Первый акт Игры И попасть В еще Более Мрачное Там Не написано Что Видимо В еще Более Мрачное Место Опа Что ж Первый акт Игры Я прошел На Сто процентов Залезая Под каждый Камень Что будет Дальше Мы сейчас Поглядим Табличка Мы Приносим Себя В дар Темноте Дабы Благословенная Шар Даровала Нам Свою Милость Ну Очевидно Это локация Для Шадоу Хат Потрепанный Набор Резцов Че Не знаю Что это Но пусть Будет Так По карте Вот где Это мы Находимся Ладно Второй Акт Надо Потом Меню Ищу Крафт Открыть Хотя бы Глянуть Что там Вообще А че Потом Сейчас Могу Вот Наш Меню Крафт Пожалуйста Зелий Зелий Лечения Эликсиры Гранаты Масло Для Оружия Сублиматы Беладонна Всякая Че Она Делает Для Мощных Зелий Понятно Усиливать Зелия Соли Зафига Что-то Растворять Эссенции Тоже Для Крафта Зола Купоросы Суспензия В общем Это для Да Для чего-то Для Крафта И всякое Так Куда Нам Опа Усталый Путешественник Привет Тебе Путник Задержись Немного Прояви Снисходительность К старику Могу ли я Осведомиться Нет ли Случайно В числе Твоих Спутников Человека Отзывающегося На имя Гейл Понял Так Я выучу Заклинания Которые Дешманские Которые Дешево Стоят Так Еще у меня Там остались Дешманские Что-то Прям Попробую Еще Газообразность Чтобы Какой-нибудь Просачиваться Так Посох Дал Наконец Скорбный Хлад Так Идем Гейлом К этому Уставшему Путешественнику Привет Тебе Путник Задержись Немного Прояви Снисходительность К старику Эль Минстер Он Самый Гейл Изрядно Раздраженный Между прочим Поскольку Вынужден Был В своих Лучших Сапогах Истоптать Множество Проселочных Дорог Пока Тебя Искал Может быть Гейл Ты Нас Представишь Ты Говоришь Что Прошагал Много Миль Откуда Родом Из Долины Тени А если Ты Просечас То Из Самых Роскошных Кабаков Глубоководья Знакомься Это Эль Мистер Аумар Мой Добрый Друг Но что Гораздо Важнее Он Самый Прославленный И Почитаемый Волшебник Всех Миров Что Правда Скорее Самый Прославленный И Почитаемый Мальчик На Побегушках Мне Велено Не Жалеть Ни Время И Ни Сил Чтобы Тебя Найти Она Меня Послала Гейл Ты Знаешь О ком Я Говорю Неужели Богиня Или Кто Ну Зачем Говори Эль Минстер Прошу Тебя Юноша Неужто За время Отсутствия В глубоководе Ты напрочь Позабыл о Хороших Манерах И утратил Терпение Почти Десяток Дней Обходился Без пищи Достойной Этого Имени И не Пил Ничего Кроме Того Что Ниспослало Мне Небо Для Утоления Жажды Ломать Хлеба Сыр И стакан Вина Покажутся Мне Истинным Пиршеством Неужто Ты не Позволишь Мне Отдохнуть И подкрепиться Прежде чем Приступать К разговору И верно Гейл Где твои Манеры Полагаю Мы Вполне Можем Пожертвовать Частью Наших Припасов Ладно Давай Про Манеры Во Имя Всего Твой Лагерь Он же В этом Направлении Верно Давай Мальчик Мой Шевелись Ты Ведь Только Что Так Нелюбезно Меня Поторапливал Ему Скоро 1300 Лет А он Все Еще Думает Своим Брюхом Пойдем Проверим Вы Желает Ли Он Наконец Отвечать На Вопросы Когда В животе У него Перестанет Турчать Хорошо Мне Наверное Точно Так же Любопытно Послушать Мудрый Выбор Лучше Сперва Утолить Аппетит Эль Минстера Уж Потом Наше Любопытство Волшебник Из Глубоководия До чего Восхитительный Вкус был У этого Ломтика Эль Турийского Сыра Ты же Понимаешь Не годится Вести Разговор На Пустой Желудок Услов Не Будет Того Веса Каким Они Должны Обладать Сколько Всего Надо Переварить В конце Концов Или Иначе Выражаясь Перемолоть В голове Слова Нафаршированные Смыслом Должны Потомиться Дабы Значимость Их Насытила Разум Ты со мной Согласен Эль Минстер А ну Да Конечно Видишь ли Я Тут Такое Дело Гейл Мальчик Мой Нашел Тебя Чтобы Обсудить Один Весьма Настучный Вопрос Я Позволю Себе Говорить Прямо Без Привычных Мне Словесных Изысков Неужели Богиня Беременна Я Здесь По воле Мистеры Послания И поручения С которыми Я пришел И сходят От нее Но Это Я Уже Предположил Да Я Удивляюсь Что она Вообще Тебя Сюда Прислала После Того Бардака Который Устроил Гейл Что Это За Послание И Что За Поручение Долгожданный Вопрос Теперь Прошу Тебя Эль Минстер Дай На него Долгожданный Ответ Ты Сам Знаешь В чем Ты Был Неправ Гейл Нам Ни Зачем Обсуждать Это Здесь Сейчас Тем Не Менее У тебя Появился Шанс Искупить Свою Вину Мистер Готова Меня Простить Она Готова Подумать О том Что Можно Считать Прощением Мистер Знает О неприятностях Выпавших На вашу Долю Она Знает О вашей Борьбе С Абсолют И Тем Коварнейшим Злом Если Боги Знают Что Происходит Почему Мы Вынуждены Воевать В одиночку Они Весьма Избирательно Подходят К Выбору Своих Инструментов И порой Те капли Коими Мы Являемся Не Осознают Какую Волну Они На самом деле Поднимают Гейл Одобряет Не Недооценивай Себя И тем Самым Не Недооценивай Своего Противника Знаешь Что Абсолют Куда Опаснее Чем Все Что Ты Можешь Вообразить Это Зло Угрожает Всему Живому И Даже Бессмертным Оно Угрожает Богам Плетению Самой Ткани Мироздания И Потому Я явился Сюда С поручением Гейл Ты Должен Уничтожить Это Зло Мистер Убеждена Что Тут Не Справится Никто Кроме Тебя Кроме Гейл Кроме Гейла Это Почему Мистер Шребет Я Уничтож Кроме Гейла Почему Сфера Совершенно Верная Мистер Дала Мне Силу Остановить Время Сфера Больше Не Будет Стремиться Подчинить Тебя Себе Зато В нужный Момент Ты Сможешь Высвободить Всю Ее Смертоносную Мощь Ты Будешь Убудить Летал Комбас С В Убуд Любопытно Это может нам помочь Или помешать Посмотрим Гости сновидения Это говорит Ты должен Тыскать сердце Абсолют Чтобы Оно Не оказалось И использовать Себе Как катализатор Который Выжит Его Допла Это чудовищно Ты приказываешь Ему убить Себя Он не приказывает А вот Мистер Похоже Да Без Всякой Радости Я говорю С тобой Об этом Мой Друг Но Такова Воля Мистера Ты должен Принести Себя В жертву Чтобы Уничтожить Абсолют Это станет Твоим Искуплением Таково Слово Мистера Итак Я передал Печальное Послание С которым Был к тебе Направлен И осталось Лишь Заклинание Готово И поручение И заплинание Отныне Тебе Я поручаю Заботу О самом Гейле Надеюсь Ты будешь Беречь Его В этом Невозможнейшем Путешествии Впереди Еще долгий Путь Мы найдем Другой Способ Или Вообще Иную Судьбу Подобно Тому Как луны Вызывают Набухание И убывание Морских Вод Так и Порожденные Небесами Боги Предопределяют Прилевные Течения Смертных Дней И все же Мыслись Я рождена Была В часы Одиночества Каковы Были Приливы Отливы Или Все Прочее За Пределами Нашего Владычества Будь Луной Сам Для Себя Даже Волны Рока Могут Разбиться Будь Час И Воли Прощай Мой Друг Прощай Эльминстер Я рад Что она Прислала Тебя Заплатка На плетении Стабилизировать Нитерийскую Сферу В груди Гейла Никакая Встреча С Эльминстером Не бывает Бессодержательной Я надеюсь Познакомить Тебя с ним В более приятной Обстановке Но где же Такую Найдешь В наши дни Старикаш Который обожает Сыр Это мало Похоже на великого Друзья Обычно Так не поступают Он заявил Сюда И потребовал Чтобы ты Покончил С собой Эльминстер Не всегда Что-то мне Все варианты Не нравятся Эльминстер Не всегда Представлялся Более Внушитель Он любит Как мало Мало Тебе осталось Ты правда Собираешься Сделать То Что Велел Эльминстер Конечно Он предложил Самое простое Решение Нашей Проблемы Мне нужно Лишь найти Правильное Место Выбрать Время Закрыть Глаза И Себя Отпустить Скрижаль Будет Очищена Зло Уничтожена Не станет Абсолют И Меня Тоже Я не понимаю Мистер Что А не может Само Уничтожить Абсолют Или Эльминстер Я верю Ей Это было бы По силам Но Что до возможности А Не понравилось Что она Впутывается В дела Смертных От вмешательства Богов Часто Становится Становится Только Хуже А Эльминстер Он Столько Раз Спасал Миры Что Легенда Об этом Не Перечесть Однако Противостоять Богу Нелегко Даже Для Эльминстера Моя Сфера Вот Главная Надежда И Она Есть Только У Меня Наверняка Есть Другой Способ Если Бо он Был Я Не Сомневаюсь Что Богиня Магия И Величайший Волшебник Всех Времен Его Отыскали Но Увы Предложено Лишь Одно Решение Впрочем До этого Еще Далеко Сердце Абсолютно До Скоро Обнаружить И Лишь Тогда Я Смогу Остановить Его Биение Ты Ты Будешь Взрывать Себя Гейл Я Тебе Не Позволю Давай Оставим Эту Уверенность До Того Момента Когда Придется Принимать Окончательное Решение Возможно Ты Изменишь Своё Мнение Когда Поймешь С чем Мы Имеем Дело Эль Минстер Даже Гитянки Слышали Легенды О Мудреце Из Долины Теней Ряд Его Работ Переведен На Тирсу Это Впрочем Не Означает Что Каждое Его Слово Исполнено Мудрости Насколько Я могу Судить Мистер Требует Веры От Гейла Но При Этом Не В Него Сама Зачем Бо Ей Иначе Требовать Чтобы Гейл Принес Жертвы Себя И Скорее Сего Многих Других А Начинает Он Не Способен Уничтожить Абсолют Своими Безграничными Талантами Или Не Знает Кто Его Могучие Союзники Лаокит Бывает Суровый И Требует Слишком Многого Но Все Это По Благодарю Гитянки А Мистер Действует Лишь Во Блага Себе Возможно Он Обретет Ее Прощение Когда Сгорит Дотла Но Я Не Могу Понять Одного А Зачем Оно Вообще Ему Нужно Поверить Не могу Что Мистер Требует От Гейла Принести Себя В жертву Чтобы Уничтожить Абсолют Это Пустая Трата Замечательного Культа Который Мы Могли Взять Под Контроль И Пустая Трата Совершенно Замечательного Гейла Мистер Всегда Такая Требовательная Богиня Она Требует От тех Кто Использует Плетение Честности И Уважения И К Способности Плетения Разрушайте К его Способности Спасать Но Вряд ли Она Часто Прочит Своих Служителей Взрываться Данный Мне Завет Уникален Она Бы Не Стала Давать Мне Такое Поручение Не Будет Единственный Для Нас Способ Выжить Даже Если Она Сильно На Меня Злится Ты Как Тебя Чувствуешь Ты Был На Волоске От Смерти Это Вряд Ли Приятно О Но Ты Ведь Меня Знаешь Я Неисправимый Оптимист Пытаешь Думать О Хорошем На Сам Деле Я И Так Уже Живу Дольше Чем Мне Полагалось Поглощение Артефактов Не Могло Вечно Насыщать Сферу Более Не Могу Что Мистер Ждет Чтобы Гейл Просто Так Взял И Пожертвовал Собой И Такой Цепкий Ум Пропадет Пропадает Как Серьезно Что Продолжай Это Вот Заглючил Опять Вы Видели Диалог То То же Самое Я Говорил Про Босса Когда Что Ой Не Про Босса А Про Амулет Вот То Видите Там Нет Вариантов Ответа Хотя Они Должны Быть И Даже Я Не Пойму Что Я И Ответил Я Впервые В этот Диалог Вступаю Я Ни Отгрузок Ничего Не Использовал Бак В В Особенно Хочу Поговорить Об этом Как Серьезно Что ж Продолжай Как Ты Ну Я Солгуюся Скажу Что Не Задумывалась О том Чтобы Стать Темным Местью Царом Наверное Когда Я Видела Как Обрушилась На эти Края Сила Шара Эта Мысль Прочно Засела В моей Голове Но Не Волнуйся Для тебя Всегда Будет Место У меня В голове И О Так Это Был Дедушка Гейла Это Был Мистер Аумор Самый Прославленный Волшебник Всех Миров Да Ни О Чем Не Говорит Ну Да Ладно Наверное Он Хотел Сообщить Гейлу Что Очень Важное Рас Проделал Такой Путь Будем Надеяться Что У него Хороши Новости Навряд Ли Оказывается У Гейла В груди Бомба Огромной Мощи И Мистер В общем Не позавидуешь Ему Ну И Что Он Собирается Делать Думаю То Что Ему Велели Твою Мать Преданность Это Одно А Глупость Совсем Другое Если Богиня Магии Не Может Решить Эту Проблему Не Принося Гейла В Жертву То Никакая Она Не Богиня Вовсе Бедняга Гейла Наверняка Он сейчас В полном Раздрае Надо отвлечь Его Скажи Ему Что Со Школы Ни Одной Книжки Не Прочла Это Уж Его Должно Встряхнуть Скажу Ему Что Со Школы Ни Одной Книжки Не Прочла Итак У нас Есть Немного Дьявольского Металла Что Будем С ним Делать Да Нам Нужно Отыскать Дамана Уже Скоро Меня Жаль Что Моя Первая Встреча С Прославленным Эльминстром Не Прошла Чуть Более Оптимистично Знаешь Я Временами Могу Взывать К Триаде Или К Хейму Но Я Не Считаю С Особо Верующим В Отличии От Гейла Не Представляю Что Может Заставить Человека Решить Будто Его Собственная Смерть И Смерть Многих Других Это Подходящая Плата За Прощение Богини Для Меня Это Все Бессмыслится Единственная Вера Которая Человеку Нужна Это Вера В Себя И Своих Близких Доплевать На Эту Большую Бомбу Гейла И так Есть Все Необходимое Чтобы Победить Абсолют Талант Отвага И Надежные Союзники Надеюсь Он Это Осознает Так Завершить День Пошалили и хватит Песик Обожаю Это Время Года Придурки Так Лезут Изо Всех Щелей Чего Ты Хочешь Мизора Хватит Щеки Раздувать На вас Три Лучше Свои Ушки У тебя Новое Поручение Сектанты Абсолют Схватили Вассала Зариэль Могущественную Деволицу Ее Заперли В цитадели Культа В лунных Башнях Твоя Задача Вызволить Ее Оттуда Как могла Могущественная Деволица Позволить Сех Схватить Уилл Твой Приятель Зря Тратит Мое Драгоценное Время Объясни Ему Правила Игры Статья З Пункт Тринадцатый В случае Неповиновения Душеносца Или Ненадлежащего Исполнением Своих Обязательств Душеприказчица Может отправить Душеносца Ваверна В виде Лемура Скажу тебе Простым Понятным Языком Если Уилл Не справится Или откажется Он провалится Прямиком Ваверна Куском Тухлой Плоти А теперь Щеночек Будь хорошим Мальчиком Апорт Или придется Вечно Поджариваться На адском Огне До хрустящей Корочки Мизура Говорит Глумливым Тоном Но в голосе Звучит Отчаяние Ей жизненно Необходимо Чтобы это Поручение Было Исполнено Возможно Это ваш шанс Попытаться Расторгнуть Договор Уилла Мы спасем Мы спасем Ты поможем Ты поможешь Уиллу Расторгнуть Договор На этом Ваши пути Разойдутся Уилл Косится На тебя С сомнением Явно Хочет что-то Сказать Но осекается Ваша связь Рвется Любопытно Из чего бы Мне спускать С поводка Мою любимую Зверушку Подожди А если ему Сказать Типа Доверься Мне Доверься Мне Уилл Выдыхает И ваша связь Постепенно Угасает Мизора Мы спасем Этого Вассала Если ты Расторгнешь Договор С Уиллом Любопытно Из чего бы Мне спускать С поводка Мою любимую Зверушку История С вами Все что тебе Известно О дьяволах И договорах Тебе вспоминается Старое Заклинание Вычитанное В детской Сказке По идее Оно аннулирует Дьявольский Контракт Да Давай Его произнесем Впервые Вижу Столь бесстрашное Проявление Безграничного Идиотизма Браво Ладно Так и быть Я согласна Но договоры Я изменю Лишь после того Как поручение Будет исполнено Не раньше Статья Ф Пункт Девятый Душепрекадщица Может вознаграждать Душеносца Или оказывать Ему услуги Только после Исполнения Душеносцем Соответствующих Обязательств А теперь Вперед В лунные башни Котик И поосторожнее С тенями Они там Очень голодные Чем больше Вранья она Подливает Тем больше Мне приходится Глотать Мизора Натравливала Меня на бестии В аду И за его пределами Но чтобы их Спасать Никогда Боги Она превращает В пародию Все что делает Клинок Какая же сука Ты хоть представляешь Себе Что же За дьяволицу Мы идем Вручать Понятия не имею Мы должны ее спасти Остальное не важно Если у нас Ничего не выйдет Я стану одной Из тех Безмозглых тварей Которые дерут Когтями демонов На фронтах Войны кровя Так не будет Ты нужен Побережье мечей Твои слова Для меня Очень много Значит Я всегда знал Что ждет меня Впереди И не сомневался В том Что поступил Правильно Спасибо тебе За помощь И за поддержку Это для меня Очень важно Но праздновать Я не стану Пока не почувствую Вкус свободы Я уверен Что прямо сейчас Мизора Что-то планирует Замышляет Она не отпустит Меня просто так Можешь мне поверить Да понятно Проклятие Но почему Непременно Мизора Почему Зариэль Мы должны Рисковать Своей шкурой Ради кого-то Кто для нее Имеет Ценность А вдруг Это беглец Вроде меня Или что-то Намного хуже С этим Мы будем Разбираться На месте Да Наверное Но уже сейчас Я могу сказать тебе Играть в игры С дьяволом Это дурная затея Выиграть невозможно Никогда Ну теперь Мой день Точно пройдет Не зря Тебе что-то нужно? Не всем Есть что сказать Кстати Гейл Гитьянка И Шадоу Хат Никак не прокомментили Астрион Темные земли Должны быть Заселены Сломленными Сокрушенными Отчаявшимися Идеальное Охотничье угодие Для дьявола Который предлагает Им выход В обмен На подпись В контракте Надеюсь Мы скоро встретим Тут нашего Любезного Рафаила Дьявол нам не друг Я уверен Что он до конца Будет вести себя Как истинный джентльмен Главное Внимательно читать В договоре Все пункты Я был застегнут Врасплох Когда оказался У него в доме Впервые Но теперь Я знаю Чего просить Ты ведь поможешь Мне его найти Правда? Ты чемпион По паршивым идеям Это худшее А только если Ты расскажешь Мне что задумал В свое время Но не сейчас Астарион Этого не одобряет Рано или поздно Он точно объявится Так А если Тебе же хуже Помогу Если ты так захочешь Прекрасно Я знал Что ты меня поймешь Так Если лечь Спать Голос Абсолют Ясно Звучит здесь И становится Все громче Я не знаю Сколько еще Смогу сопротивляться Но Отрадно Видеть Что ты делаешь Успехи Ты выбрал Неожиданный путь Ты поступил Храбро Который спас Тех бедняк В рощу Что ж А поговорим с ней Мы уже в следующей части Прохождения Жмите кнопки Волшебные